9 мая в этом году праздник семейный. Все массовые мероприятия в Самаре отменены из-за угрозы распространения коронавируса. И даже традиционное возложение цветов пройдет без ветеранов. Дань памяти за них отдадут первые лица внутригородских районов. Не более двух человек на одном месте с соблюдением социальной дистанции. Эти меры вынуждены, рассказала глава города Елена Лапушкина. Я еще раз подчеркну о том, что у нас в этом году, к огромному сожалению, все праздничные мероприятия пройдут дома. Праздник с большими традициями, но тем не менее, да, наша с вами задача, во-первых, убедить людей этот праздник встретить в семейном кругу. Для того, чтобы отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне, в Самаре готовится насыщенная программа онлайн. В социальных сетях театры покажут военные спектакли. Все музеи проведут виртуальные экскурсии. В полдень стартует всероссийская акция «Бессмертный полк». Тоже дистанционно. Всем желающим городские власти предлагают выйти на балконы с портретами своих героических родственников. В социальных сетях самарские школьники создали группу «Марафон Победы», где 9 мая в прямом эфире будут исполнять песни военных лет. 9 числа у нас будет единое время, когда мы будем все участвовать в музыкальном марафоне. Все дети совместно с родителями с 4 часов каждый час будут исполнять онлайн-песни. «Майский вальс», «Синий платочек», «Землянки», «Катюша» и также «День Победы». Именно 9 числа будет выпущен ролик, который мы создавали на протяжении полутора месяцев. Акция «Крылья Победы». Не остается в стороне и наш телеканал. С 10 утра до 8 вечера на Самара ГИС пройдет многочасовой интерактивный телемарафон «Это наша победа, это надо сберечь». В прямой эфир в нашу студию приглашены историки, представители заводов, составляющих оборонную мощь Куйбышева, самарцы, чьи родственники трудились на предприятиях военного города. Кроме того, желающие смогут позвонить в прямой эфир и рассказать о своих родных, ковавших победу в тылу. Мария Левина, Николай Епифанов, События.